Я вижу, да, судя по количеству зарегистрировавшихся и дошедших, что важно, людей, вы соскучились по нашим этапам, которых не было аж на целый месяц, а я еще больше соскучился по вам, потому что меня не было с вами два месяца. Всем привет, очень рад вас всех видеть. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании Dry Labs. Сегодняшний этап проходит при поддержке компании Best Doctor, IT Can Fly, Evron, ну и, конечно же, все мы находимся в офисе замечательной компании Megafon. Так, я должен включить кликер, и он должен заработать. Это важно. Это важно. Отлично. Сегодня у нас ждут три доклада. Довольно интересный состав докладчиков. Обычно доклады Никиты Соболева собирают, кстати, бурные отклики. Не зря он назвал свой доклад, как-то название доклада отражает холиварную составляющую этого доклада. Так что я ожидаю, что мы не только послушаем доклад, но и погрузимся в бурное обсуждение его. Хотя время у нас, конечно, ограничено, но постараемся что-нибудь обсудить. Второй докладчик у нас противоположный спектр сообщества разработчиков, начинающий, джуниор. И эти доклады тоже обычно вызывают очень большой интерес в нашей аудитории, большая часть которых начинающие. И, что интересно, доклад был своего рода вдохновлен тем докладом, который произошел на прошлом этапе в компании Мегафон, когда докладчик рассказал о том, как он, собственно, стал разработчиком за 20 месяцев. Анонсировали мы доклад с опечаткой тогда. Как я стал разработчиком за 20 недель. О, типа, сейчас тут нам раскроют хардкор, да, как бы, но оказалось, опечатка бывает. Давай. Да, и завершить доклад Артем Селезнев. Поговорим немножко про Data Science, Data Version Control. Разные доклады, разные темы. Надеюсь, будет интересно. Ну, или даже уверен, что будет интересно. Так. А там закрыто, да? Да, закрыто? Уже закрыли вход? Надо же, я не знал. Короче, до конца метаба никто не выходит. Хотя здесь пока дырка есть, да. Итак, да, привет тем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Напоминаю, что, так, напоминаю, что, да. Если коллеги из компании Мегафон откроют опять задний вход, это будет очень хорошо. Да, еще раз привет всем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Вы можете задавать вопросы докладчикам в чате, в Телеграме. Там же можно обсуждать всякие штуки. А когда они проходят наши метапы, там можно обсуждать, например, старые игры с Бобуком. Вы обсуждаете старые игры с Бобуком когда-нибудь? Вот. Бывает и такое. Я, кстати, часто на Бобука как бы заманиваю народ в наш чатик. Я надеюсь, он не обижается на это. Кажется, нет. Так, следующий метап будет. Меня уже спрашивали, опять же, в нашем чате, а будут ли еще такие метапы? Ну, номер 67, странно было бы останавливаться, да, согласитесь. Вот, поэтому метап 68 будет, но, к сожалению, пока мы не запланировали дату заранее, как мы обычно стараемся делать, но в 20-й числе сентября обязательно будет, до конца месяца мы проанонсируем. Принимаем заявки на доклады, не на следующий метап, как обычно, многие из вас знают, у нас очередь на несколько метапов вперед, но в любом случае будем рады вашим докладам. Что еще? Да, еще у нас есть курсы Learn Python. Замечательно, классно. Меня сегодня один из участников здесь спрашивал, а с чего мне начать? Ну, начать можно с курсов Learn Python, да, безусловно, но на самом деле не это главное. У нас есть парочка объявлений. Вы могли уже видеть, да, у нас мы набираем партнеров для нашей программы поддержки трудоустройства. Партнеры, сейчас у нас 16 компаний. Это бесплатно, меня тут спрашивали, да, как бы компания что-то платит. Нет, это бесплатно, просто если вам нужны джуны, то, а джуны нужны всем, мы считаем. Приходите, регистрируйтесь, мы будем вам с вами делиться резюме наших выпускников. Вот. И мы всегда рады тем, кто хочет побыть куратором наших групп. Да, это классно. Мы, кстати, скоро выпустим Moscow Python подкаст с одним из кураторов, которым там будет рассказано, зачем вообще он это сделал, почему это классно, и вообще, почему это полезно. Пишите нам на learn.python.ru. И еще один нюанс. Кстати, если кто-то смотрит нас не из Москвы, в трансляции, например, кураторы группы также могут быть для онлайн-групп, то есть нам здесь непринципиально, чтобы человек находился в Москве. Вот. Но если вы не из Москвы и хотите, чтобы у вас были курсы learn Python, то пишите нам, мы с радостью с вами поговорим. Сейчас мы запускаем такую программу запуска курсов в других регионах. Мы уже пообщались с ребятами в Пензе. Мы не ожидаем там большого потока, конечно, но поскольку человек хочет попробовать и горит этим делом, для нас это самое главное, чтобы человек очень хотел это попробовать. Мы пообщались с Пензе, мы пообщались с Софией, там, может быть, для русскоязычного сообщества сделаем, и Петербург как бы в планах размышляем об этом. Вот. И да, Moscow Python подкаст. Мы продолжаем их записывать. Я на всякий случай об этом напоминаю. Сейчас на канале выложен выпуск, кстати говоря, про DDD и DrivePython. Всем DrivePython. Вот. Последний выпуск. Будут новые выпуски. Сейчас вот уже появляется, наверное, сегодня-завтра будет новый выпуск. Пока не буду говорить о чем. Итак, прежде чем мы перейдем к докладчикам, собственно, нашему первому замечательному докладчику Никите, я хочу пригласить того самого человека, которому я сказал уже, который, как это, был доклад с опечаткой, Илья. Илья, собственно, да, работает в компании Megafon. Да. И за то время у него произошел некоторый, так сказать, уже рост в компании Megafon. И вот он сейчас хочет пару слов сказать по этому поводу как раз. Всем привет. Рад вас видеть у нас в офисе. Меня зовут Илья Круглов. В настоящий момент я собираю новую команду внутренней разработки. Нам нужны специалисты разного уровня. Я был бы рад ответить на любые ваши вопросы в конце конференции. Или же вы можете у Валентина попросить мои контакты. Кому это будет интересно. Может быть, вашим знакомым. У меня все. Хорошего вам вечера. Краткость сестра таланта. Да. Как говорится, работайте в хорошей компании. Я, кстати, таким с некоторым, может быть, удивлением узнал, что компания Megafon, она, вот именно этот офис компании, он стал таким центром обучения Data Science. Поскольку сейчас три курса Data Science, кстати, с которыми мы сотрудничаем в рамках нашего курса, они проводятся и курсы здесь, в компании Megafon. Так что тоже хороший повод здесь поработать. Да.